Он пролетел несколько метров и упал. Водитель легковушки и не пытался затормозить на пешеходном переходе. Лихач сбил студента. Как это было, покажем прямо сейчас. Авария произошла на улице Коммунной. Судя по кадрам, двое парней подходят к светофору, но он уже не работает. Челябинцы почти оказались на тротуаре, но на огромной скорости одного из пешеходов сбил водитель на Ладе Ларгус. Очевидцы кинулись помогать пострадавшему. После такого кувырка 21-летний парень остался жив и был госпитализирован. Он устроил ДТП и поехал дальше. Авария в Садкинском районе. Участниками столкновения стали фура «Фотон» и отечественная легковушка. Водитель грузовика рассказал, как все было. Перед ним ехала иномарка «Тойота». Водитель стал обгонять другой многотоник, но завершить маневр не успел. Навстречу ехал водитель на Ниве. Съехал на правую обочину по ходу своего движения. Где у данного автомобиля Нива произошел занос. В этот момент «Тойота Камри» проследовала направление Москвы и скрылась, не останавливаясь. Автомобиль Нива занесло на обочине и он совершил столкновение с автомобилем «Фотон». Виновник аварии водитель «Тойоты» не остановился и уехал с места ДТП. А владельцу отечественного авто потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали. Позже виновника аварии с курганскими номерами затормозили в Ашинском районе. Через Южный Урал водитель ехал транзитом, но покинуть территорию нашей области не успел. Сотрудниками госавтоинспекции автомобилист был доставлен обратно в Садку, где случилась авария и был опрошен. С камеры его видеорегистратора изъяли запись. Теперь лихача могут лишить водительских прав, ведь считается, что он создал помеху другим участникам дорожного движения, спровоцировал аварию и скрылся, оставив место ДТП. Шевроли Ланос улетел в Кювет в Челябинской области. Водитель, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. В результате улетел в Кювет и перевернулся. Тяжелых травм шофер не получил. Молодой парень на Приоре протаранил Тойоту в Карталах. 21-летний водитель Лады должен был уступить дорогу на перекрестке Иномарки, но не сделал этого. В итоге чуть не угробил 8-летнего ребенка. Несовершеннолетнего госпитализировали. Не уступил автомобилю на встречке и попал в ДТП в Челябинске. По данным ГИБДД, владелец БМВ при повороте налево на светофоре не уступил дорогу Фольксвагену. За рулем второго автомобиля была 33-летняя женщина. В результате столкновения пострадали только иномарки. Водитель на Порше пошел на обгон на изгибе дороги на трассе М5. Очевидцы говорят, что им навстречу вылетел этот внедорожник. Чтобы избежать аварии, лихач сам уехал в Кювет. Водитель Нивы вот так припарковался на пляже и пошел по своим делам. Кадры сняты на озере Малокий Сигач. Водитель приехал сюда покататься на гидроцикле, заехал на пляж, загнал свою легковушку прямо в воду и ушел развлекаться. Люди остались возмущены. Детям и взрослым пришлось купаться рядом с машиной. Люди сняли наглеца на видео и зафиксировали его госномер. Теперь не составит труда найти его и наказать.